Приветствую вас, и мне бы хотелось обратить внимание на несколько моментов, которые я увидел в вашем сообщении. Первый момент это то, что вы хотели поступить в университет, и два раза провалились. А в институт. Два раза вы провалились. Почему перестали это делать дальше? То есть, с чем связано то, что вы перестали? Ну вот, вы так хотели заниматься хореографией. И почему вы перестали это делать? Почему вы перестали пытаться, почему вы перестали стремиться, почему вы перестали пробовать? Далее. С какого момента ваши амбиции, ну, собственно, стали на нуле, как вы говорите? С чем это связано? То есть, какова природа? Вот именно потеря веры в себя. Неудача. Но неудачи бывают у всех. Возможно, вам стоит скорректировать свое поведение, правильно организовать деятельность, более адекватно ставить задачи, и все получится. Когда, до конца, вы молоды, и у вас все впереди. Главное не терять в себя веру. А вера не потеряется, если вы будете ставить адекватные задачи себе. Далее. Вы пишите о том, что грезили о поступлении. Именно грезили. То есть, мечтали. Вникает вопрос. И вопрос достаточно логичный, на мой взгляд. Почему такое отношение именно к московскому институту? Не к какому-то другому, а именно московскому. С чем связано? Что-то мне подсказывает, что помимо именно учебы, есть что-то еще. И вот это что-то еще имеет немаловажное отношение для вас. Только какое оно, это значение? Тоже, вообще-то говоря, интересно. Потому что, если это значение есть, если оно сильно, нет ничего удивительного, что вы проваливались. Чересчур сильная значимость того, чего вы хотите. И приводит к тому, что это не получается. Необходимо отделить одно от другого и разграничить эти две стыжи, плоскости, если угодно. То есть, тут как хотите, вот так это и воспринимаете. И учебу оставить. То есть, учеба это отдельно, а все остальное отдельно. И рассматривать учебу и то значение, которое вы придаете каким-то другим аспектам, нужно отдельно. И добиваться этого нужно отдельно. И деятельность свою, соответственно, дифференцировать тоже. То есть, не соединять все в едином, вот таком, в едином деятельностном акте, если угодно. Вам это только лишь навредит. Ну, точнее, уже навредило, как я понял. Далее идут отношения. Ваши отношения. Они, эти ваши отношения, два раза не складывались. Можно проанализировать. Почему? По какой причине? Что именно вы делали не так? Что именно отталкивало от вас мужчин? И скорректировать вашу модель женского поведения. там, что тот факт, что у вас два раза не сложились отношения, говорит о некой системе. Так вот, эту систему необходимо понять и не ломать, и изменить. Изменить, чтобы ваше поведение отвечало ваше желание. Ну, вот вы говорите, все с вами хотят дружить, а на больше они ну, не претендуют. Это не проблема людей. Это проблема в том, что вы, возможно, не даете шанс. Возможно, вы своим поведением неосознанно собственно говоря, внушаете партнерам, что у них нет шансов. И это нужно менять. Далее. Далее вы обобщаете, говорите, что в общем, все вокруг казах с тусклым, живете вы без цель. Ну, как я уже сказал, необходимо переосмыслить ваш подход к деятельности, необходимо пересмотреть, что вы реально можете сейчас сделать и в соответствии с вашими возможностями, которые тоже нужно как бы отследить и выделить, ставить себе задачи. И вот эти задачи, связанные с вашей работой, как раз таки и будут носить характер новой цели в вашей жизни. Ну, и кроме работы и кроме отношений, нужно что-то еще, что-то лично ваше, что-то, что вам могло быть интересно, что-то, что вы могли бы делать для души. Тогда можно что-то найти, всегда можно прислушаться к себе и подумать, чего бы вам хотелось просто так. если у вас нет средств, то не нужно обталкивать самые разные виды работы, нужно, ну, как нужно. Желательно браться за любую работу, чтобы потихонечку набирать средств для достижения того, чего вы хотите. Очень часто бывает так, что человек наметит в себе путь сразу в определенную, ну, в определенное место, в определенную стезю и игнорирует то, что предстояло пройти перед ней, в итоге оконался не удел, в итоге оконался у разбитого корыта. И чтобы этого не было с вами, нужно понимать, что с чего-то нужно начинать. И то, что вы не смогли достичь того, чего вы хотели, это не означает, что вы не сможете достичь ничего. просто нужно чуть-чуть, возможно, снизить требования к себе и о всей вероятности снизить требования и к людям тоже вокруг вас. на этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok